Всем привет! С вами Дарья Кей. Сегодня я покажу макияж Матильды из Леона. Ну как макияж, можно сказать даже в принципе какого-то рода косплей. Меня очень вдохновил этот фильм. Мне захотелось передать эту молодость и невинность Матильды в макияже. Вообще этот фильм я смотрела очень давно и вот буквально на днях я его пересмотрела и он был просто как заряд такой энергии. Матильда на самом деле хоть и ей там 11 вроде бы или 13 лет, а выглядит достаточно так. Несмотря на это у нее очень сильный характер и запоминающийся образ, который хочется повторять и повторять. И этот закаленный характер я хотела передать в этом образе, но надеюсь вам понравится, так что давайте начинать. Перед макияжем я подготовлю лицо с помощью тоника Makeup Atelier. Он стягивает поры, но с ним нужно не переборщить, потому что избыток его реально стянет вам лицо. Он очищает лицо и помогает сохранить его матовым на протяжении всего дня. Я жду 5-10 минут и за это время я могу надеть пари. У Матильды короткие черные волосы с такой же короткой и редкой челкой, как будто бы она сама себя стригла. И похоже это действительно было так, потому что она была очень самостоятельная, сама ходила за продуктами, сидела с братом и даже знала где лежат деньги. Но об этом... Тон лица должен быть идеальным, потому что это же ребенок, у детей всегда все идеально. Я буду использовать естественный матовый тон Studio Fix от MAC. Для создания своего идеального оттенка я буду смешивать два цвета, NC25 и NC10. Он получился светло-желтым, то что надо. Я люблю этот тональный крем за то, что его можно наносить влажным бьюти-блендером и он будет распределяться равномерно. Растягиваю по шее и наношу на губы и даже в качестве базы под тени. Снимаю излишки спонжиком. Получился естественно матовый финиш и теперь пришло время законтурироваться. Я буду использовать контурирующий стик Кико. Наношу на скулы, убираю свой второй подвородок. Вообще его нужно убирать другим образом, но пока контуринг. Выделяю глаза, подчеркну крылья носа, чтобы он был просто более рельефным. И все растушевываю мягкой синтетической кистью Manly. Я использую кремовый контуринг, чтобы добиться более естественного вида. И продублирую светлым тональным кремом NC10 под глазами, чтобы дополнительно подать эту часть вперед. Я обожаю этот прием, мне кажется он добавляет свежести лицу. Фиксирую все так же пудрой Studio Fix и перехожу к бровям. В этот раз для бровей я решила использовать странную методику. Я взяла толстый карандаш и просто провела вверху линию. И зачесала все волоски наверх. Получился пляшивый, достаточно естественный детский эффект. И мне кажется брови повторяют брови Матильды, неоднородные детские брови. Дополняю образ чокером с изображением солнышка и надеваю зеленый бомбер. На глаза я нанесу кремовые матовые тени NYX, идеальный тауповый оттенок, чтобы просто создать естественную тень. Распределяю все натуральной кистью Manly. Дополнительно скулы я подчеркну сухими коричневыми румянами. А на губы я нанесу нюдовую матовую помаду от NYX Lingerie. Дополнительно проработаю века кремовым скульптором и закреплю все румяными. Ваша жизнь изменится, если вы попробуете завить ресницы керлером. Они становятся совершенно другими, более детскими, распахнутыми и красивыми. Я подвиваю верхние ресницы и наношу тушь Sigma с естественным эффектом, чтобы просто придать свет ресницам. Так как они у нас уже закручены, просто зафиксируйте их в таком состоянии. Немного пройдусь румяными под губой, чтобы углубить их. И естественно добавлю хайлайтер на скулы, губы и внутренний уголок глаза. Первый образ готов. Второй образ подойдет для Хэллоуина. Я использую карандаш Ruby Woo. Sexy Lips в седьмом оттенке Beauty Bomb, чтобы создать синяки. И имитирую кровь румяными Kiss & Blush от Eves Saint Laurent. Первый образ получился очень милым. В стиле The Boy Beat Makeup, то есть полумальчиковый макияж. Также я добавлю немного этого спрея, чтобы сделать лицо влажным и создать немного заплаканный вид.